Дорогие мои, приветствую всех на своём канале. С вами я, Зоя Клемюк. Для белорусов, дорогие мои, вы пишете много, сделаете прогноз по Беларуси, почему я не делаю. Ну вот, попробую, постараюсь сделать. Итак, самое первое и самое главное, что многих из вас интересует, будет ли происходить, скажем так, чистка, которая происходит уже в России. Да, она уже происходит, но пока ещё не настолько ярко, не настолько, скажем, афишируются какие-то моменты. Но чистка проходит, и она проходит, я хочу сказать, достаточно успешно. Не переживайте, и всё будет хорошо. А если говорить в целом, с какого момента началась чистка, то она началась с апреля месяца и будет продолжаться до конца 2024 года. Для тех, кто немножечко понимает астрологию, кто в теме, скажу, что в январе 2024 года планета Кармы Плутон перешла в знак Водолея. И здесь, конечно же, будет очень-очень много всевозможных изменений, всевозможных проверок. И они медленно-медленно, но дойдут до самого верха. Я говорю о чиновниках. Если вы следите за прогнозами или же за ситуацией в России и в Беларуси, то она работает следующим образом. Если что-то кардинальное происходит в Беларуси, через какое-то время это же происходит и в России. И наоборот. Во-первых, в 2025 году выборы в Беларуси. Александр Григорьевич остаётся или же, скажу по-другому, будет принимать активное участие в выборной кампании. И, конечно же, как всегда, будет наводиться порядок. Но суть не в этом. Я хочу обратить ваше внимание на то, что транзитный Плутон, соединённый с Плутоном, а это планета кармы, по независимым обстоятельствам будет наводить порядки в нашей стране. Какие-то моменты мы уже услышим, я думаю, конец мая, начало июня. А в целом изменения, которые будут происходить, они будут происходить не потому, что мы этого хотим, а потому, что это уже предначертано по судьбе нашей страны и, конечно же, всех нас, кто проживает в Беларуси. С конца мая мы вступаем в новый период, который будет знаменовать собой начало или же период жизненных трудностей, которые никак не вписываются в нашу программу с вами жизни, ну и, конечно же, в программу нашей страны. Самое главное здесь избежать каких-то катаклизмов, каких-то катастроф, которые могут принести неожиданные, довольно ощутимые убытки, как денежные, так и имущественные. Хочется попросить вас поберечь себя, быть более внимательными, потому что сильные нервные перегрузки, они будут приводить к типичным стрессовым состояниям. Не исключен также период опасных, несчастных случаев, могут быть различные травмы. Какие сферы будут подвергаться изменениям, скажу сразу, что это система МВД, ее ждет некое обнуление. Может быть, оно наступит в этом году, может быть, оно наступит в ближайший год-два, может быть, после выборов, но чистки в системе МВД будут идти и довольно серьезные. Это однозначно. Из того, что я вижу изменения, которые внесены, уже внесены или, может быть, будут вноситься в систему образования, они будут не совсем хорошими, то есть могут дать негативный эффект, затронет это медицину и социальную сферу. Что касается финансовой сферы, то в целом с апреля, с конца апреля и где-то, может, до 10 сентября будет все сложно, денег будет как бы не хватать. Затем все более-менее, скажем, сложится удачно, и декабрь будет тоже не совсем удачный по доходам. Что касается партнерских отношений, то здесь тоже сложновато, и эти сложности наблюдаются и будут наблюдаться на протяжении всего года. Но ничего, прорвемся. Что касается психологического здоровья населения, то есть служения, работы, как мы работаем, как мы себя ощущаем. Ну, ощущаем мы себя немножко в тумане. Некоторые, наверное, забыли, как надо работать, вероятность такая есть, но с марта месяца и практически до конца года ситуация непонятная с рабочими местами, с выполнением своих должностных обязанностей будет достаточно сложной. Ну, и напоследок, конечно же, некие веревочки, ниточки всей вот этой ситуации, которая происходит в России, придут и в Беларусь. Ну, я думаю, что все обойдется. Ну, а те, кто наработал, скажем так, на то, чтобы получить, ну, значит, они получат. Поэтому еще разочек, изменения будут. Что касается обнуления, например, я сказала, в системе МВД, будет происходить некая трансформация. Что-то будет меняться. Здесь еще как бы там, вверху, не решили, но то, что какие-то будут происходить изменения, это точно. Друзья мои, никого не хотела обидеть, никого не хотела напугать. Все будет хорошо, прорвемся, соблюдаем осторожность, не агрессируем, не ругаемся. Пожалуйста, давайте честно выполнять свою работу. И у нас с вами все сложится. На этом все. С вами была я, Зоя Климек. Удачи! С вами была я, Зоя Климек.